Оперативниками Главного управления МВД России по Волгоградской области совместно с региональным управлением ФСБ, а также при участии Роспотребнадзора и Россельхознадзора задержаны подозреваемые в незаконном предпринимательстве. Установлено, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья, не имея регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществлял производство и реализацию поддельных химических средств защиты растений от вредных насекомых. К противоправной деятельности он привлек троих жителей Волгограда и области. В Кировском, Краснооктябрьском и Дубовском районах злоумышленники оборудовали подпольные лаборатории, в которых изготавливали химикаты. Сырьем для производства в основном являлась продукция с истекшим около 30 лет назад сроком годности, а также самые дешевые ингредиенты. Фальсификат изготавливался в бетономешалке с добавлением соды, мела, а также других сыпучих веществ, состав которых будет установлен в ходе экспертиз. Готовую продукцию подозреваемые упаковывали в мешки и пакеты, на которые наклеивали изготовленные в типографии этикетки. В дальнейшем эта продукция реализовывалась оптовым покупателям из Волгоградской области, а также других регионов России. Предварительная сумма незаконно полученного дохода превысила 18 миллионов рублей. В ходе обысков в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов нашими сотрудниками изъяты документы и черновые записи, полиграфическая продукция с логотипами официальных производителей, бумажная и пластиковая тара, а также свыше двух тонн готового к реализации товара. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ. Предполагаемому организатору судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста троим сообщникам в виде обязательства о явке. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.